Слава Украине! Привет всем от Полонского! И еще, хочешь не хочешь, приходится по Навальному, потому что в Кремле уже нашли виноватых. И вот спикер Госдурки, активно пассивный Володин, уже заявил, что в смерти Навального, в убийстве Навального, виноваты, ну, чуть ли не рептилоиды. Короче говоря, он перечислил всех, кто виноваты в смерти, значит, Навального. Имя оказались Сунак, Байден, Зеленский, Макрон, Шольц, даже Ангела Меркель, по-моему, виновата. Короче говоря, перечислил всех, кого только можно. Забыл одну фамилию, Путин. Да, то есть, знаете, такое впечатление, что вышеперечисленные личности руководят российской системой кюрем. И дают прямое указание в Синах, где там Путин, а маленький Вова Путин, такой запуганный, сидит, значит, в Кремле, в бункере, на минус пятнадцатом этаже, там, закрылся, залез под лавку и сосет палец от ужаса. И носа оттуда не показывает. Ну, так выглядит из слов Володина. То есть, он перечислил абсолютно всех, абсолютно всех, кто не причастен к смерти Навального, конечно же, да, и заявил, я им утром, я еще утром об этом говорил, когда я записывал предыдущий ролик, я сказал, сейчас они обвинят Запад, они обвинят Украину, они обвинят кого угодно в том, что они убили Навального. Ну, с Немцовым, я не помню, они тоже кого-то обвиняли, не, они там сказали, что такие-то, еще, хулиганство, еще что-то такое, да, нашли даже, по-моему, кого-то чудика, потом посадили его что-то на год, потом отпустили. Ну, все как всегда, да, то есть, рашисты, рашисты в своем репертуаре. Я, конечно, все понимаю, я одного не могу понять, зачем он возвращался, зачем он возвращался из Германии туда, в ГУЛАГе, вот это мне непонятно, я вообще не понимаю нормального человека, который едет на Россию, что должно быть в голове, что должно быть в мозгах, вообще, что, блин, это самоубийство, ну, так, с таким же точно успехом можно пойти, например, шарахнуться головой об стенку или прыгнуть, ну, с 25, 24, там, 35 этажа, и надеяться выжить, точно так же ты едешь на Россию, касается не только Навального, любого человека, ты едешь в страну маньяка, ты едешь в страну убийцу, ты едешь в страну дегенерата, да, и ты надеешься остаться живым, но это, по меньшей мере, странно, глупо и, ну, просто глупо, да, и неразумно. Вот, многие русские говорят, так, вот, мы же не всегда такие, а скажите мне, хотя бы один момент, когда вы были не такие, вот, вот, просто один момент, хотя бы, ну, вот, десяток лет, когда у вас была не страна, не страна убийц, да, не страна массового убийца, как говорят в штатах масс-мардер, да, вот, Когда вы не были массовым убийцем, хотя бы 10 лет, назовите, я затрудняюсь сказать. В вашей стране, грубо говоря, если брать, вот сколько она существует с этим именем России, 302 года, да, 302 года, вот назовите мне 10 лет, это вы и 2 лет не назовете. Вы всегда кого-нибудь убивали, резали, грабили, насиловали, мародерили, воровали унитазы, да. То есть вот это, как говорится, ваша страна, она такая вся. И уж точно наивно, я не понимаю Навального, если он действительно там был оппозиционером, на что он надеялся, возвращаясь в страну людоеда, населенную на 80% людоедами, упырями и вурдалаками, да. Там только 20% таких людей, у которых там светлые глаза, не в плане цвета глаза, в плане наличия головного мозга, которые что-то понимают, которые что-то пытаются как-то, но их мало, да, их мало. А так страна населена, вы же видите, кем, да, вот этими вот участниками так называемой специальной военной операции. То есть это люди, которые думают спинным мозгом и люди, которые ради 5 копеек готовы убить семью ради ворованного унитаза, перевезать, да. Которые могут там насиловать маленьких детей, как они это делали в Гуча. Которые убивают людей, мучают, для которых кайф работать, да, где-то там вот в Херсоне, как они, у них там пыточные были. Вот такую страну он возвращался, да, населенную на 80% людоедами и надеялся, я не знаю, искренне он, не искренне надеялся что-то сделать. Мне интересно, знаете, еще тут один момент, еще одна такая была ситуевина. Ангела Меркель выступила с таким осуждением, тыры-пыры. И вот это, знаете, самое циничное осуждение путинского режима со стороны любого политика, это Ангела Меркель. Это негодяйша, которая поставила перед Путиным Германию на колени, которая сделала все, чтобы уничтожить Германию ради того, чтобы, значит, делать дешевты с Москвой. Которая на 45%, там больше 50% даже было, ввела Германию в зависимости от российского газа. Вот это вот особь, которая, ну, я не знаю, куда там смотрит немецкая полиция или служба безопасности, как она называется, не знаю, к сожалению. Куда она там смотрит и почему эта особь до сих пор не находится в тюрьме, где ей место. Вот. Именно за таких, как она, вырос, выпистован и, самое главное, снабжен деньгами, профинансирован путинский режим. Это именно из-за Меркель, тот же Навальный убит. Это из-за Меркель и таких, как она, сейчас убивают людей в Авдеевке наших. Это из-за Меркель убивали людей здесь под Киевом. Потому что она вооружила, фактически, она оплатила деньги путинскому режиму в таких количествах невероятных, что он может себе до сих пор что угодно покупать, понимаете. И она выражает соблезнование Навальному. Можно, лучше бы сидела тихо, то, как говорится, было бы больше с нее толку. Вот. Ну, а так можно только выразить соблезнование. Мы все помним, да, вот этот не бутерброд и так далее. Сейчас я это все, Крым не буду вспоминать, не бутерброд не буду вспоминать. Вот. Абсолютно, понимаете, когда он возвращался на Россию, ничего другого ждать было нельзя. Я вам сейчас еще одну такую кратенькую историю. Когда-то, во время так называемой сталинской индустриализации, которой никогда на свете не было, на самом деле. Дело в том, что Америка построила в те годы, еще один цинизм, да, тоже, да. Кто ж поднял Советский Союз? Америка подняла. Америка построила полторы тысячи заводов в СССР. И на тему Навального и переезда в СССР, на Россию, какая разница, такое тоже дерьмо. Да, так вот они полторы тысячи заводов построили в СССР, чтобы, значит, страна же не пропала. Спасибо. Вот и я за это, да. И вот тогда очень многие американские инженера поприезжали там в СССР, значит, поднимать эти заводы и т.д. и т.п. В том числе, кстати, завод пломбир, мороженое, тоже же американский, в том числе, там, и другие, и другие. Вот. И, значит, очень многие, это же мужики молодые, нужны женщины и так далее, и так далее. Очень многие из них понаходили себе пары, пооставались, пооставались в России, в СССР. Что вы думаете? Это был 36-37 год, до войны, уже до 41-го года их всех расстреляли. Уже почти, ну, может, там осталось пару человек. Их тысячи осталось тогда, тысячи. Потому что, ну, находили женщины, прогрессивная страна, Советский Союз. Ура, вдохновение, энтузиазм, стройка, стройка мира, ура, ура. Выбитые зубы, сломанные ребра, выбитый глаз во время допроса, свернутый на бекрин нос и расстрел где-то там в вонючем подвале. Вот что было с этими инженерами. Видимо, Навальный очень плохо знал историю тех, вообще тех людей. Я уже не буду там по Конгрессу Коминтерна, который происходил, что с его участниками, которые остались там в СССР после этого Конгресса, сколько из них выжило, да, не буду даже говорить, по-моему, никто и не выжил, да, всех расстреляли. Вот. Вот Навальный, он отличался одной очень простой вещью, он не учил историю, большому сожалению. Если бы он учил историю, он бы знал, что произошло с этими американцами, что произошло с Коминтерновцами, они все были коммунистами. Вот. И что в результате произошло, что произошло с Немцовым, со Старовой того, господи, прости, там Новодворская и так далее, не будут даже, там, Литвиненко, десятки людей, которых убил массовый убийца Путин. Вот. И вот он, собственно говоря, и доигрался, да. А что будет дальше? Да, о Европе что будет? Ну, Байден выразил свое крайнее возмущение, ну, Европа выразила возмущение. Практически, практически, ну, Путину от этого ни холодно, ни жарко. Единственное, что может быть, будет, может быть, будет, может сейчас как-то удастся, там, республиканцев прихватить на этом и сказать, ну, что ж вы гниды не даете оружия, не даете проголосовать и т.д. и т.п. Может быть, хотя я не знаю, сработает ли это или не сработает, сказать, ну, вот, посмотрите, как им людоедом, Украина воюет с людоедами, а вы, значит, не хотите проголосовать. Хотя, хотя Байден может прекрасно слать нам снаряды и не пользуясь вот этим вот законом, есть план Б, почему он его не использует, совершенно другой вопрос, это тема другого ролика. Вот и все, ребята. Так что, с Навальным просто очередная живодерская история, произошедшая в стране живодеров.